МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обратите внимание на соблюдение ими масочного режима, чистоту рук, соблюдение режима дня и принципов здорового питания. Важно, чтобы при возвращении детей в школу после каникул не произошло роста заболеваемости. Во время каникул школы должны провести дезинфекцию помещений, проверить рециркуляторы для обеззараживания воздуха и системы отопления. В мечетях Духовного управления мусульман Тюменской области приостановили проведение коллективных намазов с 24 октября по 7 ноября включительно. Это связано с распространением коронавирусной инфекции. А погребальные обряды и джаназы намаз проводить с минимальным количеством людей. Религиозные общины Духовного управления мусульман Тюменской области есть в Тобольском районе. Мечети Тобольска входят в состав другой организации Духовного управления мусульман азиатской части России и работают, но с ограничениями. Мы полгода, начиная с марта месяца по 18 августа, были закрыты. А храмы и мечети нужно содержать. И поэтому на сегодняшний день обстановка в городе Тобольске чуть-чуть сложноватая становится. Но на основании этого выезжены были подгорную мечеть, закрыть совсем. На горную мечеть оставили. Время работы мечети ограничено. Посетить ее можно с 10 до 14 часов. Центр развития инженерно-технической экспертизы Сибур-Интех открылся сегодня в Тобольске. В церемонии приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фольков, помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор Тюменской области Александр Мор и председатель правления Сибур-Холдинга Дмитрий Конов. Это больше, чем просто какой-то корпоративный учебный центр. Хотя, безусловно, компания Сибур – компания глобальная, и центр этот сегодня очень перспективный для обучения ее специалистов. Но здесь мы видим, что и школьники могут здесь получать первое знание профессии для своей профориентации. И те, кто получает профессиональное образование, и те, кто уже является профессионалами своего дела для повышения. Наличие такого рода центров – это сильный шаг со стороны компании. Конечно, мы заинтересованы, и этот опыт всячески будем пропагандировать с тем, чтобы другие представители бизнеса, и у нас, мы знаем, есть такой уже опыт в других регионах, обязательно брали на вооружение и использовали. Также на базе Сибур-Интеха откроется региональное представительство ЮНЕСКО. Соглашение об этом подписано председателем правления Сибур-Холдинга Дмитрием Коновым и председателем Совета управляющих Международного центра компетенций в горно-техническом образовании под эгидой ЮНЕСКО Владимиром Литвиненко. А накануне с центром познакомился глава Роскорпорации развития Игорь Шувалов. Он отметил, что опыт компании Сибур интересен не только с точки зрения высокотехнологичного производства, но и со стороны развития городской среды. И это может быть тиражировано и на другие города России. Такие проекты помогают не только развивать инфраструктуру, но и меняют образ жизни людей. Шувалов подчеркнул, что готов сотрудничать с компаниями, которые участвуют в реализации подобных инициатив. Благодаря уличным художникам в город вернулся композитор Александр Алябьев. Все подробности расскажет Анастасия Плюснина. Сначала мы впитываем то, что нас окружает, и пропуская через себя, рождаем уже новую реальность. Это и есть искусство для художника Юрия Руденко. Этот путь он отражает во многих работах. На стенах трансформаторной подстанции под искусными пальцами композитора Александра Алябьева рождается роман с соловей, и ноты превращаются в птицу. Через свои работы я так озвучиваю как раз то, чему человек уделяет внимание. А у него внимание это как раз и есть концентрация информации, энергии, действий, поступков. Базарная площадь в Тобольске – настоящее Алябьевское место. Во время ссылки он жил неподалеку, в Подгорном знаменском монастыре. И каждый день приходил в церковь Захария и Елизаветы отбывать наказание – церковное покаяние. Когда Юрию позвонили из городской администрации и предложили украсить сквер, у него уже были наброски эскиза. Оставалось только перенести их на большую поверхность. Своё видение внёс и единомышленник по стрит-арту, художник Павел Толмачёв. У нас такое свободное видение. То есть эскиз, он как бы основной. То, что там в итоге получается, оно немножко отличается. Всё равно разные стили. Интересно, когда большие проекты. Так мы работаем по отдельности, а так вместе тоже своеобразные. Чуть меньше недели художники трудятся над картиной. И осталось ещё примерно столько же. В тёплое время мы использовали акриловую краску для того, чтобы заливать большие пространства, а поверх уже баллончиками, чтобы закрепить это на долгое время. Наступающие холода не мешают. Рисовать баллончиками можно до минус 10 градусов. А по летнему красочная картина ещё шикарнее впишется в атмосферу базарной площади, когда в Тобольске вновь наступят тёплые дни. Завершилась посадка растений вокруг трансформаторной будки. Ляжет тут и рулонный газон. Сквер Алябьева будет ярким. И художники надеются, что он станет местом притяжения для творческих людей. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров. Тобольское время. С самыми известными табликами всего через пару дней познакомится вся страна. На Первом канале стартует долгожданный сериал «Тобол». Жители города реальные. Место действия – Тобольский Кремль. Ах ты, шеф Магагарин. Вы через Катерину меня выкупалишь. Чего прошу? Зазвук слово, молодец. Петр Алексеевич, я же золото хочу в державу добыть. Есть местечко одно. А местечко это находится в жемчужине Сибири, на реке Тобол. Именно там разворачиваются реальные исторические события одноимённого сериала. Император Пётр Первый назначает Матвея Гагарина первым губернатором Сибири и отправляет его в Тобольск, чтобы устроить казну. Есть у меня для вас служба. Мирный поход в пограничные пределы за золотом. Казну дам, всё, что нужно дам. Только никакой войны. Белокаменный Кремль и богатую историю сибирской земли зрители увидят во всех экранах страны. Премьера сериала «Тобол» уже 26 октября. Такого в истории, культуре Тобольска, Тюмени не было. Четыре недели Тобольска на главном канале станет. Будет шикарная линия Айкани и Хамази, которую сыграла китайская актриса Янгэ. Поэтому это вот такая наша остеатская история сибирская. Будет такая вообще просто завораживающая, интригующая любовь шведского офицера и остеячки Айкани. Очень много будет любви и эротики. Смотрите сериал «Тобол». Восемь серий о знаменитых «Тоболиках» – научные изобретения русского картографа, архитектора и строителя Семёна Ремезова. Его выдающееся достижение – взлёты и падения. Есть и другие герои, которые в фильме «Тобол» выпущены на киноэкраны полтора года назад, прошли практически незаметными. А формат сериала позволяет показать всё. И тут же войну с джунгарами в полном масштабе. Только один эпичный бой снимали пять режиссёрских групп в шесть камер. Мы вложили кучу усилий. Мы, продюсеры, артисты, каждый человек, который принимал участие в этой картине, сделал огромный вклад в неё с любовью. Мы все вкладывали какую-то честную часть своей души. Масштабные декорации, костюмы и знаменитый актёрский состав удивил всех ещё на премьере фильма «Тобол». Некоторые сцены снимались и в Москве. В них участвовали Дмитрий Дюжев в роли Петра Первого и Екатерина Гусева, императрица Екатерина. И, к сожалению, я не снималась в Тобольске. И никогда не бывала у вас. И очень хочу вам приехать. А пока насладиться красотой и историей Тобольска можно на Первом канале с 26 октября в 21.30. Наталья Китова, Шамиль Гулии. В Тобольское время. Имена лучших сотрудников назвали в Тобольском автотранспортном предприятии. В это воскресенье у автомобилистов профессиональный праздник. Юлия Савиных о современных героях труда. Марина и Ирина встают в 4 утра, чтобы попасть на работу. Одной добираться из подгорной части, второй из посёлка Менделеева. Но салон автобуса должен быть чист и готов принять пассажиров нового дня. Обязательно инструктаж по безопасности, первой медицинской помощи и культуре обслуживания. Кондуктор, хозяйка салона, она обязана, чтобы в автобусе было всё это, не только собирать деньги. Мы всегда с уважением к пассажирам. Пожалуйста, оплачиваем проезд, пожалуйста, присядьте. Спасибо вам большое. У нас пассажир на первом месте. Ирина всего два года трудится в Тобольском ПТП. Марина – 24. Наставничество и преемственность – важная часть совершенствования в работе. Мы не как коллектив, а как семья. Можно обратиться к любому водителю, кондуктору, даже к начальникам. Они помогут, подскажут. Чтобы вовремя заполнились транспортные артерии города и около 200 автобусов исправными вышли на линию, с раннего утра сердце предприятия «Ремзона» тоже начинает свою работу. А это около сотни человек. Это цеховой ремонт участки, пневмогидравлика, агрегатный цех, текущий ремонт, опять же, участок ТО-2 технического обслуживания, мехмойка, кузовной цех. В Тобольском автотранспортном предприятии 844 сотрудника. Из них большая часть – водители. Эта неделя выдалась горячей. После конкурса профмастерства кондукторов и технической службы на арену вышли они – мастера виртуозного и безопасного вождения. Многие у нас даже чемпионы России выходили от нас на областных, на этих соревнованиях, постоянно занимают первое место. По итогам теоретического этапа на полигоне 30 лучших соревнуются на трех моделях – «Лиас», «Кавас» и «Мерседес». Среди покорителей дорог и женщины. Наверное, первый раз стали поздравлять с наступающим праздником Днем Водителя. Пассажиры? Пассажиры. Приятно? Очень. Мы много уделяем внимания качеству вождения. Мы все делаем для того, чтобы утром человек проснулся, поехал на работу, у него поднялось настроение, и он с хорошим настроением проработал и вернулся домой. Конкурсы профмастерства в предприятии проводят 15 лет. В этом году лучшей среди кондукторов стала Марина Копылова. Среди автоэлектриков – Евгений Касьяненко. Электрогазосварщиков – Александр Белоусов. Среди слесарей по ремонту автомобиля – Денис Нехорошев. Но Анатолий Гинкин признан лучшим водителем. Юлия Савиных, Рустам Рузеев. Тобольское время. Далее о погоде. Спонсор прогноза – выставка продажа «Возрождая традиции». Окунись в обычаи разных народов мира. С 24 октября по 1 ноября. Выставка продажа «Возрождая традиции». Торговый центр «Ермак», улица Ремезова, 123. Не пропусти. И напомню, смотрите нас в телевизионном эфире и в социальных сетях. До встречи. В выходные в Тобольске переменная облачность – снег. В субботу днем – минус 2,0. В воскресенье воздух прогреется до плюс 1. Ночью средняя температура воздуха составит минус 2, плюс 1 градус. Ветер юго-восточный дует со скоростью 2,4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова